Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин По итогам выступления в двоеборье Александр Заварзин выиграл золото, а Владимир Токарев стал бронзовым призером турнира. Успешно выступили на мировом помосте и представительницы Омской школы в Рывке. Уверена и с большим отрывом обошла соперница Ольга Еременко, которая завоевала золото турнира, опередив на 94 подъема соперницу из США. Успех спортсменки объясняет тренер в правильной мотивации. Да, вид не олимпийский. Мотивация стоит в том, чтобы мотивировать на заслуженного мастера спорта. То есть довести дело до конца. У каждого спортсмена есть, наверное, такая нотка, когда он хочет добиться высшей награды и закончить то, что он начал. То есть только такой спортсмен может добиться чего-то. Но больше всего, по словам Антона Анасенко, удивила омская спортсменка Наталья Горбунова. Несмотря на то, что чемпионат стал для нее дебютом, а Мичка буквально вырвала золото турнира у представительницы Шотландии. У меня было хоть одно маленькое преимущество. Я знала, что она психологически немножко боится. Чемпионат мира, высокий старт, и она волнуется очень сильно. Поэтому, выходя на помост, я уже изначально видела, как она волновалась, как она переживала и, грубо говоря, по спортивному горела. Мировые состязания по гиревому спорту в Дублине в очередной раз показали мастерство и высокий уровень подготовки омских спортсменов. Своим триумфальным выступлением наши гиревики вновь доказали, что Омская школа является одной из сильнейших в мире. И подтвердили слова президента областной федерации гиревого спорта Сергея Хазея, а Мичи едут только за победами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова